Привет, друзья! Добро пожаловать в третий день нашего шоу. И начнем сразу с хорошего, с цифр. Мне сегодня с утра пришло 350 злотых на Глово за приглашение людей. К сожалению, я не знаю за кого сколько, так как Глово этой информации не дает, просто начислили до заказа. И вот получается у меня за вчерашний день получилось 554 злотых. Вот, 350 докинули до последнего заказа. За заказ заплатили 359, хотя на самом деле только 9, а 350 доплата. Плюс гарантия упала 22 злотых, это то, что за вчерашний день не насчитали, так как я допоздна работал, и ее докинули сегодня. И плюс я 2 часа уже вроде как отработал, еще заказов не было дома, просидел. И еще 2 раза по 17 доплатят, пока насчитали только просто 17. Получается, что за сегодня уже 39, хотя ни одного заказа еще не сделал. И сегодня у нас пятница, и мы покатаемся сегодня с моей женой. Ознакомьтесь. Это Татьяна. Скажи привет. Привет. Таня у меня работает на Амазоне. Давайте проведем коротенькое интервью. Скажи, как ты устроилась на Амазон? Ну, вначале мы вообще с Украины приехали на Амазон, да? Ну, потом выехали в Щецен. С позднения в Щецене поработали 2 недели, вернулась обратно. Я работала около 4, наверное, месяцев в прачечной. А потом получила печать. Потом настала и повод, получила печать в паспорт и вернулась обратно на Амазон. И уже как полгода работаю на Амазоне. Какие сейчас зарплаты на Амазоне? Кстати, на Амазоне очень хорошие зарплаты. В стадии дополнительно 4 злотых брута платят. То есть 24 злотых брута. Так как у меня нет в 26, то я получаю много. Намного больше, чем остальные. Скажи, пожалуйста, с какой график работы? Есть ночные смены и в день. В день, да. В день, получается, с 6 утра до 16.30. Вечером будем работать. Ночные смены, поменяли график. Будет с 18 до 4.30 тоже. То есть работаешь ты в день по 10. 10 с половиной часов. Ну да, там сейчас... Раньше мы как-то на полчаса выбивались графика. То есть мы получаем только за 10. А сейчас мы как бы не выходим с системы. Так я не знаю. То есть нам считают 10 с половиной часов или 10. Я не в курсе пока. А как до работы довозят? Бесплатно всех автобусы довозят. Сейчас сделаю ограничение, что в автобусе может быть... Если большой автобус 115 человек максимум или 14 даже. Если бусик маленький, вот как раз нас забирал на днях. Бусик маленький, 4 особые. То есть только 4 людей. Довозят бесплатно, да? Бесплатно довозят, да. Забирают тоже. А что там с обедами 10 часов отработать? Перерывы сделали больше. Первый... В общем, 3 перерыва есть. Первый под 20 минут, второй 35 и третий тоже 20. Обеды сейчас делали бесплатно, так как вирус. Обеды... Даже очень неплохие. Мясо, например, вега есть и мясное. На мясо, например, у нас было вот фритки недавно были. Фритки и рыбная котлета, так фритки и сыр был запечённый. Плюс всегда салат, кофе, чай бесплатно. Раньше давали фрукты каждый вторник, но сейчас что-то не дают. Хорошо, расскажи, а что ты делаешь именно на этой работе? Что входит в твои обязанности? Ну, есть у нас 2, в основном, таких главных отдела. Это пик и пак. Ну, стол это принимает тоже товары, но это как-то я не смотрю, потому что в основном украинцев берут... Кстати, мужчин берут очень много на стол и будут потребовать тоже на стол и на пик. Что такое стол? Стол это приём товара идёт у нас, приём товара, что-то разбор товара, там какой-то у нас есть другой ещё, инбаут, по-моему. А что такое пик? Пик это люди собирают, ходят по магазину самому, здесь две вежи у нас, А и Б, и собирают товары. А что такое пак? Пак это уже высылка, последний процесс идёт. То есть мы уже с пика получаем товар, пакуем его в картоны, всё, и высылаем уже на линию, даём её, там уже идёт дальше распределение, куда пачка должна выехать. И ты работаешь на паке? В паке. Я работаю на паке, ну. С ними поляками, кстати. Нужно ли знать польский язык для этой работы? Нужно, потому что очень много... Всё на компьютере написано, очень много коучингов проходишь во время работы, то есть постоянно всё пишут тебе на польском. Конечно, ты можешь выбрать, там, кстати, украинский язык есть, украинский, польский и английский есть. Но если в случае того, если ты будешь работать на украинском языке или на английском, у тебя будет какая-то проблема, и твой керовник или, там, ленёвый подойдёт тебе помочь, но он не сможет, так как не все говорят на английском, могут читать и могут, то есть, помочь тебе. Ну, самое лучшее на польском. Нет ничего сложного. Так что такое. Ну и сколько у тебя получается в месяц заработать? Минимум 3 тысячи. Восемь или что, там, 23, не помню. Я себе зонтик купила, синий зонтик. Ну, где-то 3, в основном 3 500. В этом месяце я тоже была на опеке 2 недели по этому коронавирусу. И это сколько дней ты в месяц работаешь? Это в месяц, если работать, то 14 дней, по-моему, или 16 дней в месяц. Нет, 14, по-моему. В общем, 4 дня в неделю. Выходит, что 8-16 максимум. Но если на часы, за на часы получаешь тоже больше двойной оклад. Ну, ты довольна работой? Да. Как по мне, это лучшая работа для девушек. Плюс соплачиваемая. Особенно, если тебе нету 26, это прям очень хороший заработок. Учитывая то, что сейчас 24 злотых, я не знаю, где я сейчас платю 24 брута, то есть, чтобы девушка могла зарабатывать. Вот я заработаю где-то 3,5, а то и больше. Заработываю. Ну, плюс я не знаю, как сейчас будет с премием, потому что у нас на время карантина убрали нормы. Убрали что там? Нормы убрали, время немного сменили, так что я не знаю, как там будет сейчас. С теми автобусами тоже жесть добраться как-то не очень, потому что у нас было, то у меня было такое на моем месте, где я отъезжая с работы, что сразу же не забрали всех. И пришлось мне ждать, короче, 45 минут. Опоздала на работу почти на полчаса, но Амазон, агенция, возместили эти деньги, то есть я за них получила тоже. Это не мои проблемы. То, что я не вовремя не приехала к работе. Хорошо, а что по возрасту? Кто работает тут в основном? Ну, кого больше на какой возраст у людей? Ну, по относительной всего возраста достаточно. Там очень много работает старших людей, то есть у Амазона нет ограничений каких-то по возрасту. То есть есть норма для всех одинаковая. Ну, то есть как бы для всех отделов разная, но в том плане, что если, например, это ПАК, это для всех, будь тебе 60 лет, будь тебе там 20. То есть норма одинаковая есть. И вполне можно сделать для любого возраста. То есть они выбирали самых больших норм, и самых маленьких выбирали среднюю, и то есть все могут это сделать. То есть у нас есть такие бабушки, что больше работают, чем я. Они делают норму намного больше, чем я. А сколько ты уже там работаешь? Полгода, по-моему. Но есть такое, что, если, например, что Амазон, как бы сам Амазон, если уже работаешь у него, он не берет, не делает карты побыта, ничего не делает. То есть напрямую на Амазон. А делать только агенции. Но есть же тоже условия такие, что агенции, ты можешь работать только 9 месяцев. Все. Хорошо, спасибо тебе, что поделилась с моими подписчиками этой информацией. И мы сегодня покатаемся вместе с Таней по заказах. Если будут какие-то интересные заказы, то я вам это все сниму. Если прям так интересных каких-то не будет, то опять же, уже по традиции, вечером вам скину, что сегодня получилось заработать. Ну и общая сумма, что получилось за 3 дня работы этого месяца. Ну, все, и заказ, пожалуй. Сейчас 14.01. Два часа я отсидел дома. За них по 17 злотых получу. А сейчас отъехали на почту. Но почта тоже с 14 работает. И вот как раз только что пришел заказ. Походу на Макдональдс? Забирать его, начать. Нет, заказ с бедронки. С такой. Нужно поехать в бедронку, получить продукты и довезти до клиента. Погнали. Чтобы попасть в бедренку, тоже очередь. Все держат дистанцию. И один человек выходит, один заходит. Так что, я как раз из-за этого я не люблю бедренки. Потому что очень много времени уходит на то, чтобы собрать один заказ. А за него платят достаточно мало. Ну ладно, стоим, ждем. Ну ладно, стоим, ждем. Чтоб попасть в бедренку, тоже очередь. Все держат дистанцию. И один человек выходит, один заходит. Так что я как раз из-за этого я не люблю бедренки. Потому что очень много времени уходит на то, чтобы собрать один заказ. А за него платят достаточно мало. Ну ладно, стоим, ждем. Тут у нас сразу дезинфектор. И погнали. Дезинфектор при входе в каждый магазин. И теперь собираем по списку. У нас список. У нас список. У нас список полиц. Я бы как раздала на нас. Жанна Голд, потом снимем. Будем нахать и тягу. Вернем Жанна Голд. У нас есть еще что-то. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавляем чек и погнали к клиенту Пробили клиентке еще своей картой и у нее получилась скидка 9.45 Вообще 10 злотых сэкономила Так, ехать на свободы Домой? Показывает ехать 3 минуты Странно, а почему уже нас не выбрала бедренку? Это же не она выбирает Ага Автомат Итак, у нас уже 17 часов Забронированное время у меня было до 17 Теперь час перерыва Этот час можно было бы покататься на Uber Но меня закинуло в совершенно другой конец Познани Поэтому лучше я сейчас поеду домой Чуть-чуть попалю бензин Но потом в следующий час Как вариант, что не будет заказа Вон по 23 злотых И посижу дома И потом опять час перерыва И на вечер, не знаю, может еще покатаюсь На Глово есть 3 часа свободных А может быть уже отменю Посмотрим, как она будет лучше Сейчас Пишет Что заработано Пока 93 злотых За сегодняшний день Но эта гарантия еще с прошлого немножко упала И за вот этот последний час еще гарантия не добилась Плюс еще вот тот час, который я буду сидеть А то мой последний заказ Закинули в бедренку И следующий опять был в бедренку Но они не выставили правильно точку Я приезжаю, там ее нет Но я по гуглу посмотрел, где она есть Но я же пишу в поддержку То, что тут нет Они поменяли точку Едь в другую Я подъезжаю, там ее тоже нет Короче, отменил я заказ То, что там было набрать Аж на 100, что-то там 30 злотых Это я бы еще на час залил В магазине Пока бы это все собирал Причем отменил заказ И погнали тогда Сейчас посидим еще дома Что-то перекусим, покушаем Потом, может быть, час получится отсидеться Ну а вечером посмотрим Поехали Ну все У нас уже 22.50 А последних 10 минут Автоматическое распределение заказов не приходит Последних 10 минут заказа точно не будет Поэтому мы можем подбить пока Наши итоги Итак, по главу Был еще один заказ Всего за день сделал 3 заказа Тоже была бедронка Съездил Отвез продукты И за день заработано 135 злотых А с начала месяца 716 на Glovo И 620 на Uber Eats Вам спасибо, что посмотрели это видео до конца Завтра будет еще много интересного Завтра будет новый день Будем также снимать и смотреть Сколько получается заработать За месяц работы в Польше Вообще везде Всякие разные виды дохода Буду пробовать и вам показывать Ну а вы не забудьте подписаться на канал Будет много интересного Я стараюсь для вас Пока Субтитры сделал DimaTorzok